Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Возможно, вы уже не очень помните, но заключительные президентские дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом стали весьма захватывающим эпизодом истории, и их стоит пересмотреть. Мы так и поступили. Трамп пришел с политической бомбой. У него были доказательства, что Байден продавал доступ к правительству враждебным иностранным режимам. Трамп узнал это, и мы узнали об этом из содержимого ноутбука Хантера Байдена. Но Джо Байден тогда ничего не ответил. «Это российская дезинформация», — сказал он. А потом перешел в наступление. «Покажи налоговые декларации», — потребовал Байден. «Покажи отчетность». И, конечно, Трамп отказался. У Байдена же тогда уже был сайт joobiden.com, призванный продемонстрировать его собственную налоговую отчетность, ведь ему нечего было скрывать. В отличие от Трампа, Джо Байдену можно доверять. Таков был посыл. Почему мы говорим вам об этом сегодня? Зачем копаемся в истории? Потому что два года спустя роли поменялись изумительным, весьма примечательным и довольно забавным образом. У нас теперь есть налоговые декларации Дональда Трампа. Демократы Палаты представителей схватились за них. Законы, прецедентность, конфиденциальность, плевать, конфиденциальность. И они публикуют их, потому что Дональд Трамп оранжевый и плохой, и на него не распространяется биль о правах. И раз у нас есть налоговые декларации Трампа, что они показывают? Дональд Трамп стал намного беднее после прихода в политику. Возможно, он вообще единственный человек в Вашингтоне, о котором можно так утверждать. Что бы вы ни думали о Трампе, оказывается, он делал это не ради денег. Что касается Байдена, о нем такого не скажешь. Джо Байден никогда не работал в частном секторе. Более 50 лет он работал за Ваш счет на правительство США. И все же ему удалось при этом разбогатеть. Как так вышло? В чем секрет успеха? Джо Байден не хочет, чтобы вы знали. Поэтому теперь... Смотрите, как здорово. Уже Джо Байден скрывает свою налоговую отчетность. На joobiden.com больше нет ссылок на налоговые декларации Байдена за 16-18 годы. И эти ссылки сейчас больше не работают. Если зайти туда, вас переадресуют насильно. На сайт Демпартии по сбору средств. Другими словами, перестаньте задавать вопросы и давайте денег. Но это заставляет задуматься, что именно происходило с 16-го по 18-й. Что Джо Байден хотел бы скрыть? Справедливый вопрос, но никому в СМИ, похоже, не интересно найти ответ. Мы знаем, что в тот же период, с 16-го по 18-й, много странных финансовых операций происходило в доме Джо Байдена в Делавери, в том же доме, где только что был обнаружен еще один схрон с секретными документами. В 2018-м Хантер Байден хотел арендовать недвижимость в Калифорнии. В форме проверки благонадежности в рамках заявления об аренде, Хантер Байден утверждал, что он был собственником дома в Делавери, который, по словам Джо Байдена, принадлежал ему. Они оба утверждают, что владеют одним и тем же домом. Затем Хантер Байден также указал адрес этого дома в качестве своего основного места жительства в водительских правах, официальном государственном документе. Это тот самый дом, где Джо Байден провел треть своего президентства в дополнение к пляжному домику в Рехоботе, не ведя журналов посетителей. И это стоило бы знать. И мы это знаем не потому, что Нью-Йорк Таймс или ABC Ньюс отправили одного из своих репортеров-расследователей. Нет! Мы знаем это, потому что анонимный аккаунт в Твиттере под ником JJ Token нашел эту форму проверки благонадежности на ноутбуке Хантера Байдена. Миранда Дивайн из Нью-Йорк-Пост также написала обширный репортаж об этом. И этот документ поднимает довольно много вопросов, не на все из которых мы можем ответить. Но вот очевидные из них. Действительно ли Хантер Байден купил дом своего отца в Делавери? Вносил ли он арендную плату, чтобы жить там? Относится ли та сумма, которую он платил, к другому имуществу? Сумма была большой. В форме Хантер Байден утверждает, что платит почти 50 тысяч в месяц за жилье. 50 тысяч в месяц? Откуда такие деньги? Вам бы и в голову не пришло, что Хантер Байден может зарабатывать такие суммы. К тому времени, еще до ноутбука, Хантера Байдена уже выгнали из военно-морских сил за употребление кокаина. Он бросил арендованную машину, оставив там трубку для Крека вместе с правами, и он уже ушел от жены к вдове покойного брата. И все это было общедоступной информацией. Как же опозоренный наркоман без навыков работы получал достаточно денег, чтобы выплачивать 50 тысяч долларов в месяц? Кто платил ему? Сколько платили? И за что платили? И, кстати, какие секретные документы продолжают появляться в домах, где жил Хантер Байден? Это справедливые вопросы? У нас есть права задавать их. Джо Байдену не хочется отвечать. Смотрите. Господин президент! Вы уже уверены, что больше нет секретных документов? Вы уверены, что больше нет? Он не уверен! Он уже ни в чем не уверен, в том числе в том, куда идет. Но его сотрудники не утруждаются отвечать на расспросы по этой теме, потому что каждое заявление до сих пор, включая те, что были тщательно подготовлены адвокатами, оказались полностью ложными. Так, например, 12 января, совсем недавно, Карин Жан-Пьер, Оракул, пресс-секретарь Белого дома, заверила нас, что все секретные документы во владении Джо Байдена уже найдены. Вы сказали, что поиск не завершен. Но уверен ли президент, что в каких-либо других местах не осталось еще документов с пометками «Секретно». Я могу просто сослаться на то, что сказала его команда. Он уверен в этом процессе, и я остановлюсь на этом. Он уверен в процессе... Что?! Она не сказала, что были еще документы, они все скрывают, обо всем лгут. На самом деле, новые документы тогда как раз были найдены в доме Джо Байдена. Очевидно, это попытка подорвать авторитет Джо Байдена его собственной партии и сделать так, чтобы он больше не баллотировался. Но это также пример нарушения закона, потому что хранение секретных документов в вашем доме, как мы узнали после рейда в Мар-Алаго в августе, это уголовное преступление и угроза национальной безопасности. Но на CNN не очень обеспокоены. На выходных журналисты-расследователи CNN заверили нас, что уже все изучили и все в порядке. Многие республиканцы считают, что президент Байден умственно не соответствует занимаемой должности, и при этом он должен быть таким, знаете, в сознании некоторых республиканцев, таким преступным гением, который хранит эти документы для каких-то злодейств. Где тут логика? Смотрите, как они это подают? CNN не беспокоит то, что президент США сделал или не сделал, нарушил ли он закон, каким может быть содержание этих секретных документов. Что это за документы, кстати? Почему нам неизвестно? О чем они в общих чертах? Это ядерные секреты? Они относятся к Китаю, к Украине, что там? CNN не желают знать. О чем они хотят говорить? Это о критике от республиканцев. Проблема в республиканцах. Они говорят, что Джо Байден преступный гений и маразматик. Вообще-то никто так не говорит. В лучшем случае Джо Байден живет той жизнью, которую ведет уже давно, в роли источника денег для сына лоботряса и брата бездельника, которые сколотили состояние на враждебных иностранных правительствах. И опять же, это не догадки. Хантер Байден уже признал это на телевидении. Но у вас не было каких-либо обширных знаний о природном газе или о самой Украине? Нет, но я думаю, что у меня не меньше знаний, чем у любого другого члена правления, если не больше. В списке озвученных вами причин, по которым вы вошли в тот совет директоров, вы не указали, что были сыном вице-президента? Конечно, да. Как вы думаете, какую роль это сыграло? Я думаю, что для меня невозможно быть ни в одном из упомянутых советов директоров, не сказав, что я сын вице-президента Соединенных Штатов. Эту леди, кстати, больше не показывают по телевизору по какой-то причине. Может, вопросы были слишком сложными. Но в любом случае, все это внезапно выглядит намного сложнее и масштабнее, чем просто история о том, что секретные документы затерялись в домах Байдена или рядом с его «Шевроле Корветт». Это может быть ключом к неприятному вопросу о том, как Джо Байден, который был сенатором десятки лет, смог приобрести все эти огромные дома в Делавере. Его жена не работала в Голдман-Сакс. Она вроде как типа преподавала в муниципальном колледже, доктор Джилл. Вообще-то, без докторской степени. Возможно ли, что образ жизни Джо Байдена финансировался его сыном, ведущим дела с иностранными правительствами? Оказывается, у него сыном был общий банковский счет. Учтите также, что когда Хантер Байден бросил свою жену и троих детей, они были на мели. Могли ли все деньги уходить Джо Байдену? Чьим домом Хантер Байден якобы владел? Мы не знаем, но это интересные-преинтересные вопросы. По крайней мере, СМИ в основном признали меньший момент, что Джо Байден незаконно владел секретными документами. Это они признают. Республиканцы будут в истерике от этого. Что делать Белому дому? Ну, я думаю, они должны быть прямолинейны, говоря об этих документах, которые оказались по ошибке у него. Реальность такова, что случайности происходят постоянно. Так что пусть это и неуважительная причина, но по-человечески это можно понять. Намного проще случайно взять 12 документов, чем объяснять, откуда у меня 325 документов. Это легче объяснить тем, что, возможно, это было случайностью. Какой бы чувствительной ни была эта информация, почти ежедневно где-то в правительстве США секретные информации обращаются неправильно. К сожалению, так бывает очень часто. Но это совершенно отличается от сценария, когда есть кто-то, кто пытается передать их другой стране. Бывший замдиректора ФБР анализирует новостной сюжет. Интересно, что если сделать три шага назад, скажем, три месяца назад, если бы вы спросили любого, кто следит за политикой, кто главные претенденты на пост президента в 2024-м? Ну, конечно же, это Джо Байден, нынешний президент, и Дональд Трамп, предыдущий президент. И это как раз те два человека, которые теперь под федеральным следствием за неправильное обращение с документами. Одно из самых глупых обвинений в нашем уголовном кодексе и одно из самых простых для манипулирования в политических целях. Так кто же выигрыша, несменяемая бюрократия, которая только что решила, кто может и не может баллотироваться в президенты? Можно любить или ненавидеть Трампа, любить или ненавидеть Байдена, но если вы американский избиратель, у вас есть право решать, ведь это демократия. Вы сами решаете, кто будет президентом, голосуя. Питер Страк и негодяи из ФБР. Люди, не покидающие столицу, которые на самом деле управляют правительством, они не должны решать, иначе это не демократия, это намного мрачнее. И все же два основных кандидата сейчас под расследованием независимых прокуроров. То есть избиратели больше не главные. Те, кто реально управляет страной, они главные. Занятно. Субтитры создавал DimaTorzok